После того, как все первые экраны урока будут заполнены электронным материалом и фактически вы выстроите всю логику урока по этапам, необходимо посмотреть, как работать с другими экранами, а именно рабочий стол учителя и планшеты учащихся. Для этого вернемся на первый этап урока и мы видим, что у нас здесь и разнообразный присутствует учебный материал. Для того, чтобы частично его скопировать и использовать на других экранах, заходим в первом этапе урока в кнопку настройки. В данном случае вы видите название этапа урока, длительность этапа урока, которую можно поменять и сделать не 5 минут, а любое необходимое время, которое мы запланировали у себя в уроке. И видим три экрана. Соответственно, на первом экране у нас представлен учебный контент, на втором и третьем экране у нас сейчас нет учебного материала и мы его можем скопировать. Нажимаем копировать, на втором экране появляется скопированный учебный материал, заходим снова в настройки и на третьем экране у нас есть возможность скопировать либо с первого, либо со второго. Но мы знаем, что у нас одинаковый учебный материал, поэтому все равно, какой материал мы копируем. Но с помощью настроек мы фактически скопировали учебный материал с первого экрана, с интерактивной доски, либо интерактивной панели на рабочий стол учителя и на планшеты учащихся. Для чего это нужно? Если нам какой-то материал не нужен, мы с этих экранов всегда можем его стереть. Если мы считаем необходимым его оставить, то мы должны задуматься, что еще мы представим на этих экранах для учителя и для учащихся. Чаще всего для учителя представляют дополнительное описание того объекта, тех изображений, которые представлены на самой интерактивной доске. Это может быть описание словесное, которое дает учитель во время рассказа о чем-то. Это могут быть дополнительные вопросы к учащимся, небольшие задания, которые учитель не показывает, при необходимости может использовать и продиктовать учащимся. Это может быть материал любой дополнительный, который необходимо посмотреть учителю с точки зрения организационных моментов, сколько времени он должен затратить, какую последовательность этапа урока он может выстроить. То есть те комментарии, которые носят методические характеры, предназначены только для учителя. Третий экран для учащихся. Многие педагоги, которые сейчас конструируют интерактивный урок, третий экран на планшете учителя полностью копируют с первым экраном, который идет на интерактивной доске. Это нужно в тех случаях, когда мы используем планшеты и не используем интерактивную доску, либо для тех учащихся, которые хотят дополнительно увидеть у себя тот материал, который учитель показывает непосредственно на интерактивной доске. Сюда обычно имеет смысл добавить вопросы и задания, которые учащиеся могут выполнять, если они этот материал будут осваивать либо самостоятельно, либо для того, чтобы учителю дополнительно не задавать эти вопросы, вопросы, а просто отправить их к экрану и сказать, что вот вопросы к этому заданию, к этому слайду представлены у вас на экране. Таким образом, на всех этапах уроков формируется трехэкранная развертка урока и полнометражный урок, интерактивный урок в библиотеке Mesh. Это всегда урок, представленный на трех экранах и смоделированный с использованием разнообразного контента и в том числе интерактивного контента. После того, как вы заполняете все этапы урока и по всем трем экранам, имеет смысл еще раз пройтись по каждому этапу урока и обратить внимание на следующее. Первое, чтобы везде размеры текста и изображения совпадали с размером экрана, на котором вы будете демонстрировать свой урок. Для этого вы можете обратить внимание на линию с размером, который указывает ограничение слайдов. Посмотреть, чтобы везде были правильные подписи, соответствие размеров и обратить внимание, чтобы выдерживалась та логика учебного материала, которую вы изначально собирались использовать в данном уроке. Ну и последнее, в заключении урока всегда имеет смысл использовать те или иные приемы рефлексии, поэтому если вы еще не сделали тот этап урока, который может способствовать созданию рефлексивной позиции учащихся, то создайте его и на этом завершите свой урок. Не забывайте сохранять урок на каждом этапе, который вы выполняете, потому что в случае вылета из конструктора урока, либо случайным закрытием этой страницы у вас сохранится только тот материал, который был сохранен. Если все сделано правильно, выскакивает в верхнем правом углу зеленая табличка, на которой показано, что урок сохранен, и вы фактически можете выходить с этой страницы. Закрывая страницу с уроком, вы можете всегда его найти в моих материалах, и если вы заходите в мои материалы и открываете свой урок, то всегда этот урок можно отдельно просмотреть, можно редактировать, а можно, если вы считаете, что урок полностью готов, и его можно отдать на внешнюю экспертизу, нажать сверху в описании урока кнопку, которая называется «На модерацию». Урок автоматически отправляется на модерацию, у вас появляется новый статус на рассмотрение, и, соответственно, этот урок проходит внешнюю экспертизу перед тем, как быть загруженным в библиотеку электронных материалов и быть доступным для всех пользователей библиотеки Mesh.